Привет, друг! Ты на канале смотри, учись с тобой Миша и Егор. И сегодня будем смотреть за Манки Кингом от Топсона. Топсон это один из лучших игроков на Манки Кинге, возможно самый лучший, как-никак 2нт на нём выиграл. Но ведь что интересно, решил он здесь сходить в мид. Возможно дело в том, что у противника здесь очень уязвимая для Манки Кинга линия. И Топсон решил мид уступить, пойти на МК против Рикана и Тиня. Линия, конечно, просто сказка, просто мечта. Думаю, каждый Манки Кинг мечтает именно против такого постоять. Ну и посмотрим, как Топсон играет на кире МК в 7.30 патчей. И всем приятного просмотра. Да, всем привет, здесь очень вирага большая. Прокнуло просто миллион проигроков. Во вражеской команде чуть ли не все проигроки, у всех тут есть тэг практически. Так что вот в этом плане будет двойне интереснее посмотреть Топсон. Сразу же свою сигнатурку решил расчехлить. Раз такое дело опасная игра предстоит. Манки Кинг, кстати, у него почти уже 30-го тира. Чуть-чуть не хватает, 29-й. Прям финишная прямая. Надо будет обязательно запечатлеть, когда 30-й апнет. Что все-таки это прямо его самый любимый герой. Смотри, КПС на втрейд идет. Аликана на первом уровне перебить тяжело. Он без волков был в моменте. Против него два милишника стоит. Хочется Крошин купить. Чтобы еще сильнее эту линию задоминировать. В принципе, Джинку всегда набиваться будет. Поэтому вот купить Крошин. Звучит очень хорошо. Опа. Смотри, кстати, Курьера законтролил. Вот что-то... Смотри, это реально вот этот вард. В последнее время очень часто его начали ставить уже. И в нашем ролике тоже не первый раз. И вот Топсон этот вард сейчас прочитал. Хотя Топсон на хере не играет. Вот это вот. На горочке, понял? О каком я говорю? Да, понял. Вот уже... Даже покажу. Вот уже не раз в наших роликах начал он мелькать. И вот сейчас бы он очень сильно мог зарешать. А, это не Крошин летел, оказывается. Извиняюсь. Просто у него Крошин был Крошин. Я думал, он его прям сразу же хочет перенести. Но он себе взял... Получается, Резбенд. Такой чисто темповый. Резбенд, кстати, тоже Топсон любит. Мы относительно недавно смотрели Манки Кинга от него, когда он, по-моему, 5 Резбендов вообще купил. Ну или 4? 4. 4 все-таки. Да-да. Ну, короче, здесь очень круто выглядит. У Тени 0 брони. Причем у него приросло к сте 0. До 6-го лобла у него брони не появится. У Лекана брони тоже очень мало. Пока шлем себе не привезет. Какая же красотища. Очень легкое убийство. Хотя... У тебя анимация не сломалась у Манки Кинга? Сломалась, сломалась. Сейчас склеивать собоем. Хотел сказать, что выглядело так, как будто бы Манки Кинг подставился. На деле это Тени. Лекана подставил. Ну и починили тут Манки Кинга. Причем Тени. У него по профилю видно, что он играет только на саппортах. Так что еще на стадии пиков было понятно, что это Тени 4. Потому что Тени 5 не берут. Тени герой странствующий. На пятерке ему делать нечего. Это я к той теме. Почему Тобсон на Кира? Как мне кажется. Могу разумеется ошибаться. Причем там такой момент был, когда его под Тавр тостанил. Я не знаю, это Тобсон нажал там глиф или нет. Там просто Тавр бил рейнджевика. И кто-то нажал идеальный глиф, что вот этот рейнджевик по итогу протанчил, и ни одного ореха Тобсона не прилетело от башни. И высока вероятность, что это реально он нажал. Если это так, то это прям по красоте было, что вот этот глиф нажал, сейчас она на рейнджа. По итогу все-таки ПТ-шку зарашен. Но, как мне кажется, Караужин все равно докупит. По идее, ну, именно сейчас, когда у него ПТ-шка будет. У него рейсбэндики есть. То есть очень статовый Мэнк Кинг. Может уже к крипам не подпускать вот этих милишников. Мне кажется, что обязан Караужин тут появляться. А вот на других линиях что-то вообще не идет. Я вот тут посматриваю 6-1 счет. У Тобса только все хорошо, по сути. Хотя вот опять же пятерка Рубик не так сильно тоже выглядит. Однако вот он. Крипстат у него просто огроменный. Лика, она теперь вообще не подпускает. По поводу пятерки Рубика, у которого левел, как у Мэнки Кинга. Мне даже складывается ощущение, что без пятерки Рубика Тобсон бы лучше отстоял. Ух ты. На пятой минуте на Клопе пришел. Вот насколько часто сейчас стали видеть тоже на наших реплеях, когда всякие инвокеры вексовые с урной приходят под четвертую, под пятую. Ну, чисто под шестой уровень даже. Не под минуту, а вот именно только-только шестой появляется, и вот уже приходят. И вот тут тоже пришла Клопа. Но на самом деле это не очень эффективно. Она пришла, как мне кажется. Потому что она убила только пятерку вражескую. Они, видимо, сваплась и решили. Теперь будет Клопа в боте стоять. Ликан вообще тут не может существовать. И он просто пошел в мид на Ликане, ты смотри. Даже любопытно, кстати. Настолько ли это хорошее решение? Теперь как-то капельку захотелось купить сразу же, либо стики. Это Клопа больно с Климом бьет. Все-таки уровень большой. И сам мид полетел Ликана этого мучить. Все, теперь Топсон снова мидера. В этой игре. А я правильно понимаю, что у тебя 6.26 сейчас на таймере? Надеюсь, секунд назад мы тни. Без склейки обойдемся. Ой. Мы когда время ровняли, я говорила сначала. Нет, у меня 6.40. 6.40. Ну вот, надеюсь, секунд назад мы тни. Ровно на 10. Просто нажми кнопочку там и без клейки обойдемся. Просто мне говорят 3.32, по-моему. А ты по итогу 3.32 поставил. Мне сначала сказал 3.32, а потом отправился. Понял. Ты сейчас 7 минут, правильно? Да, 7.00. Все, sorry. А то ты спойлеры раскидываешь про Квапу, про Телепорт в мид. И, кстати, опять Рубик на экспе. По итогу, настолько великолепная для Манки Кинга линия. Он имеет 6 уровень на 8 минуте. Хотя, в теории, мог бы иметь там 7-й, 8-й. Да, можно на Квапу, в принципе, посмотреть и сказать, какой уровень может быть у Манки Кинга. Потому что он еще волков резал, героев убивал. Молки, кстати, чуть ли не веншотные, становятся смакшиной палкой с корроженом. У них огромный магический резист, ноль армора. Какой же демодж был по тени жесткий. Ну, благо, что тени такой герой, у которого ноль армора. В начале. То есть у него на 8-й минуте просто ноль армора. И это, вы прикиньте, Тобсон с корроженом. Сейчас у него в кикбай еще и дизелятор. Блин, так-то прикольно он придумал. Ведь у многих героев армора нет во вражьей команде. Тот же Феникс у него. Да, да, да. Три армора благодаря урне, которая 2 дает. Тут реально можно просто шотить, что теника, что... Феникса. Так, интересного я придумал. Пико, папа купил и саник давать, когда хрона закончилась. Даже у проигроков бывают такие вот моменты странные. Обожаю на такое смотреть, как крошники ошибаются. Потом к своим ошибкам гораздо проще относиться. Прямо гораздо. Да, все ошибаются. Топсон, например, тоже все с палкой промазал. Мне казалось, что Вайда можно убить. Он решил палку отвлека надавать. Опа. Вспомнишь ликин? Ну, фейзов очень не хватает. А там же волки еще сейчас замедляют и ты паут будет отвлека, нет? Не, это паут, мне кажется, он бы не смог. Дэваж с иском большой с коровшином. Ну, и с ПТ-шки, жмороз, атаки бешеная. Ну да. Да, причем Джингу в 3. И все равно так дамажит Люда. Корожный Блейдстоун не стакают, так что когда поискороженный Дизель покупают, покупают с молотов. Еще и на Хэндл тут повезло. Еще броня, еще урон. Вообще Хэндл, все, думаю, с Манки Кингом в первую очередь ассоциируется. Не 5-600 нетворса. 11-ю минуту встречает. Сэкспой, правда, крошечные проблемки. Ну, думаю, их можно пережить. А тут Феникс без флая? У него 5-й уровень. А хотя без не умрется это? Нет, улетает преспокойно. Причем 7 фрагов, когда у его команды 11 фрагов. Обратите внимание, кстати, пак имеет на 2 раз меньше копы. Хотя вот многие считают пака прямым контрпиком КВП, но КВП сейчас просто спушивают линию, фармят лес, бегают на базу. Этим макшеном вторым-третьим. Настолько герой универсальный. У КВП, да, было все прям очень хорошо в начале. 4-0 у него был счет. А как же Тобсон просто всю карту уничтожает? Направо и налево ходит, просто его все боятся, ультимейты нажимают, чтобы убегать от него. Но файт при этом союзники приняли, когда Тобсон Мизи показался. Ну да, вот единственный минус, что у его команды все очень печально. То есть это еще тройка фурион, тоже герой достаточно мертвый. В нынешней мете очень редко пикают. Маленький винрейтс. Так вот, еще и на третью позицию. Он еще хуже себя на тройке чувствует по ощущениям. Я хочу напомнить, что фуриону, между прочим, 730 патч в Мэнреген добавили. О, отлично. Ни хера не мертвый герой. Мэнреген все меняет. Потом еще в 730 б, по-моему, Мэнреген добавили. Зато виженцы с прутов срезали. Опа, а у ликана-то ультимейта нету, он в миде нашимал. Красотища. Противники один мин думали, что топс нашлется. Но нет. По итогу ликана убили. Прошу прощения за микропролаг, это я табнулся. Музыку добавить. Ну и тезорь будет невероятно быстрый. Если добавить к этому еще талант, на 15-м левой. Там настолько сумасшедшее количество урона будет. Поставил арену, если ты можешь ее пережить. Умрут абсолютно все. Все, опять же, герои там прыгучие. Контроля в команде тоже не сгадясь, чтобы много спроту, это не контроль. Против Айда, против Клопы. Против Дамы. Контроль с задержкой. Рубика раз в 30 секунд. Стан без урона. Только сейчас Дезолятор прилетел. Без Дезолятора драться вообще не хотелось. Все-таки это очень сильно на дэмэдж управляет. Ух ты, ксадрику билд по итогу. Ликан увидел. Топсон это прикликал. И это действительно информация пригодится вам. Просто Сезаро шелорчит. Из того, что старт был хороший. Ой, плохой. Решил без них рча играть. Ну и реализация Дезолятора. Подождался, когда ультимейт закончится. И просто за тряпичку убил дэмэдж. Кстати, ну две сотки, можно сказать. Округлить. Немного. Тебе 13 оговорков. В комментариях сожрут. Ты сказал, без Некрочелекан. А, да. Ну вы поняли. Без Доминатора драться. Так хотелось бы, конечно, на Ликана с Некрочами посмотреть. Мне кажется, ну патчи в теории могут вернуть Некров. Смысл тогда в пятом тире их оставлять. Мне кажется, с пятого тире их выпилят. Но тоже вот этот рофл. Представьте, вы новичок. О, кстати, чуть игра с ним вылетела, когда нейтралки переключился. И есть баг такой, когда нейтралки нажимаешь, у тебя игра вылетает. Его фиксили дважды или трижды или четырежды. Но он все еще есть. Призывает две пары существ от Некрономикон третьего уровня. А ты сидишь и не понимаешь, от чего. Причем, Некра удалили год назад. До сих пор, Вэлф. Они не подумали описание обновить. Некрономикон третьего уровня. контроля чуть-чуть продлить по этой квапе. Потому что Сауа бы он ее не убил, но тиммейты прилетели спокойно забрал. Мне кажется, в серии без Кайла можно было убить. Палочку. С палкой Мангеткинга просто. А, кстати, палку сейчас все равно реализует. Какая же красота. Стоя 100. Ну вот войда уже нечем. Палка в КД, Куилл в КД. К теме Некров возвращаясь, помнишь, мы с тобой Тиаи стримили? И там было интервью с проигроками, которые все как один топили за то, что Некрочи удалили. Дота балансная, Дота крутая. Ни один человек не сказал о том, что удаление Некрочи это плохо. Не, вот те, кто на тройке играют, расстроили, что Некрочи выперели. Но там, по моей памяти, интервью были подобраны так, что все довольны, всем все нравится. Кстати, странно, вот я помню точно. Там и Фейсбиан какой-нибудь, который обожает на всяких вот этих играть Лекантропах. Он расстроился. Какой-то проигрок на третьей позиции. Тоже вот, не помню точно, но вот он такую фразу говорил, что ему так нравилось играть, когда были Некрочи, то есть он призвал Некрочей, и шел просто вперед всей оралой, и ему, ему получал удовольствие от игр. По-моему, это Ку-ку говорил. из команды Ти-Ван. Перезабайтил на Илюзию. Теперь БКБ-шка, БКБ-шка тут, конечно, напрашивается. БКБ-шка, очень много противных скиллов у оппонентов. По поводу Некров, Некра были одним из немногих эффективных инструментов против менюра, если у вас пик из пяти мережников. То есть, сейчас ты и курьером Рэшпид не подчекаешь против менюра. И Некрочей у тебя нет. И количество Сентрии ограничено, и радиус обзора Сентрии уменьшен. Когда стоишь, просто ждешь не Рошана, а ждешь Сентрии. О-е-е. Что? Это он с краужина догорел? Ты сам не понял, если честно. Скорее всего, он с краужина. Подожди, он в Квапу кидал палку. А Феникс, походу, произошел в арене до Феникса горел мне папа. Он не догорел. А, серьезно? Ты умеешь в голове что-то поломало из этого момента. Она вышла, поэтому он просто Топса сразу же на Краушин начал наводиться, как будто сам подумал, что он Краушин догорел. Ну и просто халявный Рошан. Блин, как же он много на этой карте делает. И все еще 0 смертей. Хотя настолько все плохо было на всех остальных линиях. У Фариона был счетом 0-4. Сейчас он 3-5 камбэкнул. У Пака прямо 1-5 счет на Паке все еще играет. Но он по сути такую роль вспомогательного сейчас играет. просто под Мэнки Кинга контроль создает. Там Саленс где-то нажимает в клопу, продлевает контроль. Смотри, Госкипетр придумал. На Клопе тоже. Вот Топсон все прикликивает, чтобы дать себе информацию. И это ведь действительно информация ему пригодится, потому что Госкипетр в его билде это прям супер неприятно. Сейчас будет талант на 15 чуть не хватает ему. Топсон большой любитель таланта на урон. Он сегодня в какой-то форме невероятный. Потому что он обычно настолько под пиво гоняет. И мы постоянно восхищаемся именно тем, что он под пивас у которого все работает. Сегодня так прокликивает абсолютно все. Настолько осторожно играет, вообще не фанится. Ну да. 5 уровня тут добивается. обязан талант на урон брать. Ну да. Так, получается даймаж сейчас просто миллиард будет. Набитый джингу с дезолятором этим. У него еще на всякий случай есть аегис. Скоро еще бкбшка подлетит. Попробуйте. убейте такого мк плюс 130 урон джингу мастера. Просто нереальнейший дэмэдж. Под пятихатку. Причем этот пятнадцатый мог бы быть гораздо раньше. если бы не некоторые менты которые мы озвучивали в принципе. Он еще союзников прокликивает видит что там савры креста титами пласку у него еще попросила. Савры креста тоже прям шикарно звучит потоковая мэнки кинга. Союзники подставились поэтому топсон сейчас скорее всего просто чилить в лесочках будет добивать бкбшку его. Чуть-чуть осталось ну и в принципе сложно драку навязать когда в таверне три тиммейта. А по сути это же очень хорошо было для Радиант. У них есть арена хрона. Кстати заряженный палкой он может быть даже ваншотнет Феникса. 9 армора снижает урона 500. Охренеть. это был конечно не фоловый войдет для меня это ваншот говорите что угодно для меня это ваншот это керри это вражеский керри был у которого на пол хп с ультимейтом двоечку а в один карта жениц это просто было но думал как минимум стычку еще надо будет добавить вам просто реально шот нового мем набьется а вот и салар появился как раз о и против госта клопы смотри что задумал нули фаер неужели он рано его купить что там кроме госта есть на клопе только гост есть у оппонентов и все только ладной клопы на самом деле нули фаер тут не не настолько не настолько важен есть эгис нули фаер не решает проблемы с прыгучестью клопы вайда и феникса опачки а вот торчит решает торчит фарион нули фаер манги кинга по-моему вообще идеально что если вообще кирасу какому придумать хотя звучит кирасу фарион потом ему купит фарион если без кримсона играет то он с кирасой будет играть рано или поздно думаю арщит аганим на фарионе аганим очень кайфовый на фари против пуш пуш дополнительный контроль чтоб она не улетела с блинка это торчит поначалу вообще никто не уважал вроде как сейчас время идет все популярнее и популярнее на хай рейтинге аганим или орчит аганим простор что-то говорился и получается он еще талант на десятом брал под этот аганим плюс три базовому урону от ульты но этот талант сейчас многие берут даже без аганима ну там мне кажется основная логика какая а если ты будешь фармить то талант на урон с руки если у тебя нет возможности фармить пересосить леса то просто берешь альтернативу она невероятно сильна ну и в файте тебе этот талант может дать урона с руки больше чем альтернативный что же говорить про магический дэмэдж просто обычный дэмэдж он всегда работает без кулдауна когда фармишь это очень круто работает до садка тоже число такое существенное учитывая приросты атрибутов у френа сатаник кстати очень хорошо звучит надежно опять же там есть куча всего что можно задиспелить этим сатаником плюс сатаник тебе даст плотность чуть урона даже даст опять же там есть спирит весел на фениксе есть арчит на лекане которого зарашил там птичек поскидывать реально такой надежный выбор максимально на верочку в случае чего там хп закончится нажимать сатаник птички станет фуловым дэмэджа у него достаточно талант конечно же на бандл страйк взял минус 7 секунд перезарядки палки чтобы почаще вайда шотить тут можно арену хорошую поставить правда до тени помешал а тени по итогу засейвил там будет хроносфера что уставить ну не факт что 1700 хп перебил бы войд там потом бы стики залетели мисс чип сатаник но то что клопа умерла это 100% заслуга теника у по итогу на деревьях рона нажал еще сейчас палку получить капец войдет втильте сейчас просто все в молоко улетело еще порвало сделать мой битак так позже в этой ситуации успел прыгнуть до крик аквабы по итогу пошел теника убивать но не успел но дэмэдж все равно просто сумасшедший дальше фигбай афляй в этом кбшку в этой игре уже точно не успеет купить налетанием кбшка тоже работает посредственно достаточно о реализация аганима против клопы но все равно чуть-чуть не хватило на тот контроль явно проблемы для нее составил задиспалил сатаником помог кортик да он задиспалил это не уверен но по логике ничего кроме кортика или это не заряженная палка больше чем наполовину лица вайда продаж гранату наверное или или гранат гранат уже можно задиспалить его что-то замедляло так что граната кортик граната заставляет задиспалить его можно это собственно вообще не похоже что он не пришел браке в тупую ломать поставив арену даже не дай характер показать сейчас точно кортик задиспалил сатаником катят правда все равно сейчас не будет бкб не будет сатаника чуть-чуть поаккуратнее как очень свои ой-ой-ой палка по твоим похороны похороны сатаник имеется кортик такой противный замедляет прям 250 моспида поздоровался свой дом на сатаник с кд и он под спирит вествам кортиком под птичками закатят мне кажется 20 стиков палка он любил все равно погиб 20 к за не успел нажать не с чих не успел нажать на кропе стрим кстати рассказывает сейчас что он рассчитывал на стики и мисчик как думаешь если в стики нажал выжил бы думаю да были шансы если бы и сики и мисс чиф то сто процентов там как-то очень красиво кого прокаст выписала моментально кнопки влетели еще не заметил она как будто бы блин канулась на месте перед этим прокастом ой просто похоронный рошан появился на котором можно точку поставить кстати шаг для манки кинга может быть он даже его себе заберет на самом деле не самый плохой шарт тебе он реально нравится но он но он такой себе но мне кажется лишним явно не будет в определенной стадии игры то есть на 30-й минуте ну прям покупать его не хочется конечно в идеале на халяву принципе рубика мне кажется можно скормить шарт риск с шардом риск тоже без шарда поданной шаржа шард интересное решение от пока да а хотя купол матрашана после боя до забрать решена закончить игру в один заход там еще кстати ситуация с видом была забавная вот сырой дизель муки кинг купил в одном моменте минус 8 это мама минус 60 дизоль минус 3 от коррочно пробовать дистерекшен до сюда добавить да возьмите все шарт нет подходит все-таки пак приезжали хотелось посмотреть на шар так редко его видим наимка пересветку мисчев уменьшает ну по сути это очень старый мисчев и плюс длительность мисчев 05 становится то есть там можно и скилы продолжить и пакта после байбека умирать нельзя ну нежелательно будет плохо и все-таки умер ну неприятно так ну то есть аегис поэтому можно разваливать кбшка сатаник ну по итогу пошел барак доламывать чтоб не пришлось за противниками бегать дайон шардом прям очень много делает в плане демеджа по товарам таймдилейшен задиспелил вот про это совсем забыли сказать таймдилейшен тоже порой неприятный скилл сатаник вот блин ну тебе же понравился сатаник в этой игре я надеюсь да да а сейчас то есть ты что сидел передо мной сатаник оправдывал я не хейтер сатаника я не хейтер я обожаю этот пример оу среагировал на гост на фениксе прошел сатаник и катят правда блин ну это не особо важно у него талант же 25 есть на арену большом так как ребер что за гадость еще помидор крепко выдает 24 брени всего литимейт идет оказалось написание уровня 30 24 как-то несерьезно даже согласись так и смотри не захотела ягис скидывать а и не обязательно получается просто спокойно под новость видна заколебали потому что не дал в умом как больно было жаль мам закончился а зато не жаль что будет развернулся палка сейчас не успеет он сломался к сожалению блин как же он как же он развалил это жесть просто соляра это лучшая мк мира на любой из позиций причем судя по всему остается только глянуть статистику и всем огромное спасибо за просмотр если видео понравилось то обязательно ставьте лайки также не стесняйтесь писать комментарии и увидимся на 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 Продолжение следует...